Приветствую вас. Ну, перво-наперво, наверное, нужно как-то соотнести то, что вы зачем-то общаетесь со своей мамой, для чего, если вам это неприятно, если вам это тяжело, вот, для чего вы общаетесь с ней, с какой целью, вот, и второе, собственно, чем вас злит то, что она вам выговаривает, то, что она вас критикует, то, что она вас, ну, вот, всячески, всячески на вас наезжает и так далее. То есть это вот тоже очень такой важный момент, да, вот, потому что, ну, вы злитесь-злитесь, вы себя накручиваете, а что именно вас злит, ну, не говорите. Из-за чего именно вы злитесь, вы это очень, как бы, не пишете, вот, а это очень важно. А вот, собственно, с этими моментами нужно забраться, постараться это как-то привести в одну единую позицию, вот, и дальше уже можно будет о чем-то говорить. Следующий момент. У меня появилось такое ощущение, что вы от своей мамы на постоянной практически основе чего-то ждет. Ну, вот такое у меня ощущение, если честно. Ну, вы от нее ждете какого-то другого, знаете, поведения, какого-то, какое-то другое отношение к себе. И такое ощущение, что каждый раз для вас неожиданность в том, что она реагирует именно так. Вот с тем, что стоит за ожиданиями от мамы, нужно поработать, какие чувства и желания стоят. Дальше. Ну, вот, вам мой коллега сказал про вину и, вообще говоря, коллега прав, когда говорят про вину, потому что действительно есть такое подобрение, что вы себя чувствуете виноватой перед мамой, и чувствуете себя должное ей, но самое главное это то, что вы надеетесь, вот именно что надеетесь через какие-то действия по отношению к ней. Вы надеетесь что-то, вы надеетесь для себя получить, может быть, может быть, может быть, может быть, сказать одобрение неправильно было бы, вот, но, тем не менее, вы хотите что-то от нее получить. Вот. И выглядит это вот так, это выглядит именно в таком ключе, что вы хотите, чтобы мама вам, вот, что-то надала, чтобы мама вам что-то обеспечила и так далее. Хотя, по факту, вряд ли она может это сделать, вряд ли она хочет это делать. Но, вы, вот, что называется, вам, это, ну, вас это, вот, не особо, волнует. Хотя, это крайне важно, вот, и, соответственно, в этом направлении тоже нужно думать вам. Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это вот, ну, какая-то ваша, собственно, может быть, может быть, пустота личная. То есть, у меня появилось такое ощущение, что вы сами, вот, в своей жизни не удовлетворены, и сами принимаете на свой счет то, что мама, как бы, говорит, да, мама, там, говорит, например, что у вас должны быть внуки, соответственно, вы, ну, считаете, что, ну, что действительно у вас, может быть, должны быть внуки, ну, не у вас, у вас ваши дети, да, внуки, это, внуки-то у нее должны быть, это понятно. Но, тем не менее, тем не менее, это вас задевает. То, что вас сравнивают, вот, с, значит, ну, с другими, тоже, вероятно, вас задевают, и вас это напрягает, вот. Хотя, это не факт, и, может быть, я здесь, ну, может быть, я здесь, может быть, я здесь и не брат, и не брат, конечно. Вот, то есть, момент, момент, здесь он, вот, в таком направлении можно вам ответить, ну, в таком ключе можно вам сказать. Ну, вот, именно, опять раз, на то, что вы написали. Вот, и, соответственно, это, вот, в той или, ну, в той или иной степени, это проблематика вашего восприятия себя и, вот. Именно в, ну, именно в, 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 в контексте того, насколько вы реализованы. Вот, понимаете, какая штука, какая штука. И мама просто давит на вас в том смысле, что, значит, она, ну, генерирует у вас определенное состояние, вот. А, специально для того, чтобы в итоге вы сделали то, что ей нужно, или чтобы, ну, подкрепить, грубо говоря, твою какую-то парицу, которую, которую, ну, которой ей необходимо, необходимо подкреплять. Вот, и с этим поделать, в принципе, ничего нельзя, потому что это ее выбор так действует. Но своей реакцией, своей реакцией, своим победением вы демонстрируете здесь, что так можно с вами сплоть. А, что в этом ничего такого, такого нет. И, что можно продолжать, ну, вести себя, ну, вести себя, вот, так, как она себя в общем-то целом ведет. И, что ситуация не изменится. А если, что-то, если что-то работает, вот, то зачем в таком случае что-то менять? Вот она, грубо говоря, не меняет. Поэтому здесь, в общем, я бы сказал, что более-менее все логично, я бы сказал, что более-менее все естественно. Вот, что, конечно, ситуация для вас, как бы, не меняет, безусловно. Ну, по крайней мере, надеюсь, что сейчас вы будете как-то вот лучше для себя понимать это. Вот, и будете понимать, что нам нужно, ну, вести себя иначе. Вот, иначе не так, как вы ведете себя сейчас, потому что позиция это, ну, довольно-таки прогрессная. Я бы сказал. Вот. К сожалению моему. Вот. Вот, в принципе, такой ответ можно вам дать. Эм, значит, что делать? Пишите вы, я срываюсь, когда я даю себе слово, не реагирую на нее, но все напрасно, когда я раз. Ну, смотрите, вы, опять же, эм, реагируете на свою маму, каждый, как вы говорите, раз, снова и снова. Не просто так. Не реагируйте на свою маму каждый раз, потому что у этого есть причина, у этого основания. А именно причина основания означает в том, что вы не разрешаете себе проявлять какие-то определенные чувства, вы не разрешаете проявлять себе какие-то определенные, ну, ваши переживания. Вы не разрешаете переживать в себе какие-то определенные эмоции, и в этом ключе вам нужно, чтобы, ну вот, чтобы ваша мама, она власть бы именно так, потому что для вас это по факту единственный способ получить разрешение. Поэтому мне бы, честно говоря, не хотелось бы, чтобы вы себя обманывали, вот давайте признаемся, что все одно вы их себе занимаетесь, ну, какие-то чувства вы себе занимаетесь, вот, и, соответственно, этот зажим приводит к тому, что вы их лиц срывает все проще и проще, вам-то, вам-то нужно, вот, что именно находится, вот, что конкретно вы себе занимаете, ну, понятное дело, сказать нельзя на текущий момент, потому что тут нужно с вами поработать, и когда подобная работа будет проведена, тогда уже можно будет говорить более превенсиво, потому что, ну, чтобы не делать просто каких-то таких вот, предположений. Вот это то, что я могу вам сказать сейчас, то, что могу вам ответить. Так, дальше. Значит, ну, все, что мне нужно поработать, скажу. Как строить с ней общение, чтобы не срываться с самой? Знаете, здесь не все так однозначно, дело в том, что для начала важность ситуации заключается в цели общения, в смысле общения, что называется, да, то есть какой смысл общаться, вам с нами для чего вы это делаете, для чего вы это делаете, какие у вас ожидания от общения с ней и так далее. Вот. Далее это работа с личными границами, то есть, ну, вот, научение бесконфликтного, бесконфликтного общения, ну, и, естественно, вот, все это на глубинном уровне через вину, обоснованное через проработку детско-родительских отношений, вот, все это тоже важно. Вот. Ну, такой вот ответ я могу вам дать, да, то есть, какого-то такого, знаете, единого вот способа, наверное, нет, и, ну, в принципе, быть не может, да, потому что, ну, все ситуации, в общем, это все уникальные, и уникальна ваша история, ну, история вашей жизни, ну, уникальна по-своему, и, я думаю, вы, ну, я надеюсь, что вы не будете спорить с этим, вот, и что вам требуется индивидуальный подход, который, ну, который поможет вам, вот, а не общий ответ на общий вопрос, который вы понимаете. Вот. Потому что он, я имею ввиду, такого рода ответ не учитывает ваших особенностей. Вот. Я также думаю, что у вас отсутствует здоровая модель защиты твоей, вот, ну, и, соответственно, обиды, 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 вот, это обиды, вот, то, что на маму, обиды, обиды на себя, то, что не можете оправдать ожиданий, ну, и так далее. На этом все, я надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего самого доброго, удачи, я надеюсь, что ситуация с вашей мамой будет вперед. Например, дивом 새로운 Plaid Вами. Единственная долгие представляет, она устелок. ГrouANE, Д charge.